Всем привет! Сегодня я хотела рассказать вам про мои самые любимые книги на английском языке и, в принципе, типы книг, которые я предпочитаю читать именно на английском. И начну я, пожалуй, с самой первой книги, которую я сама по собственному желанию прочитала на английском. Это Georgia's Marvelous Medicine. Имя автора замечательным образом заклеено пластырем со смешариками. Но я вам... Даже я не буду попытаться произносить имя автора, но я вам напишу все названия внизу. И это детская книга, это сказка. Тем не менее, когда я читала, мне многие слова приходилось обводить и потом смотреть со словарем, как они переводятся. Хотя, конечно, большинство слов понимаешь из контекста. И конкретно эту я взяла у своей подруги и так не вернула спустя 6 лет. Но она, очевидно, была куплена не в России. Тем не менее, знаю, вот лично я покупала иногда книги в буквоеде у нас. Но, блин, живем в 21 веке. Можно заказать с Barton Noble, можно заказать с Амазона. Конечно, куча есть мест, интернет, где с адекватной доставкой можно заказать в России. Так что, если вы только начинаете читать на английском, возьмите какую-нибудь детскую книжку. Даже ту, которую вы читали уже в детстве. Например, вот у меня здесь «Маленький принц». И я точно могу понять, что я ее купила в России. Цена 200 рублей. Это, по-моему, да, я как раз купила в буквоеде. И третья книга, которую я могу вам показать, это Астрид Лингрен «Братья львиное сердце». Я влюбилась в эту книгу. Я ее купила в Швеции в музее Астрид Лингрен. Запала мне в душу эта история. И сама обложка, вот эта, мне кажется, намного более красивая, чем вот эта защитная. Но я люблю эту историю. И читала ее много раз. Вот как раз в 13-14 лет. Здесь у меня тоже проблем не было. Ну и, к тому же, она изначально предназначена для детей, поэтому язык здесь заведомо легче. Так что, если вы хотите начать, начните вот с таких книг. Второй тип книг, который я советую читать на английском и сама лично предпочитаю, это, что называется, Teen Adult. То есть, вот подростковые всякие рассказы, романы. Самые первые книги, которые, в принципе, из таких серий прочитала на английском, это... Я, наверное, вас уже достала говорить про эти книги, но Гарри Поттер, я просто всем советую читать это именно на английском. И плюс обложки. Вот эти обложки, они какие-то просто волшебные, чудесные, я не знаю. Тут со всех сторон написано, что они принадлежат Паулу Новосад. Но, видимо, для него это был подарок, потому что Паша читал все эти книги по мере того, как они выходили. Я лично прочла их спустя, наверное, 3 года после того, как они уже закончились. Также у меня здесь есть The One, это Selection, Elite и вот это. Читается очень легко. Также у меня здесь есть Голодные игры. Эти я купила в Швеции, в аэропорту. В аэропорту вообще очень просто находить какие-то популярные книги на английском. И также я читала The Fault in Our Stars на английском. Все эти книги, они не написаны сложным языком, заумным, научным. Они все предназначены для подростков, поэтому если у вас уже есть какой-то школьный уровень, то старайтесь читать. Мне это просто кажется намного более интересным. И также, вот если брать в пример Голодные игры, ты узнаешь настоящие имена героев. Например, Кэтнис, она не Китнис. И Пита, он не Пит. В общем, у нас почему-то... Не знаю, зачем нужно адаптировать имена на русский язык, но читайте на английском, и вы узнаете настоящие имена героев. Третья книга, которую я предпочитаю читать на английском, это как гиды по жизни, по красоте. Вот, например, у меня есть тут книга Лорен Конрад Бьюти. У неё также есть Лорен Конрад Стайл. Такая же красивая книга. Здесь просто самоучитель, можно сказать. Такие же книги есть у Бобби Браун. Я знаю, многие визажисты подобные книги упускают. Вот. Мне просто нравится перелистывать и прочитывать. Особо тут какой-то полезной информации для меня уже давно нет, но мне просто нравится держать её в руках. И это отлично такая кофейная, на кофейной столе книга. Вторая книга, это можно назвать самоучителем по питанию. Я, наверное, вас, опять же, достала. Это из Кенни Бич. Но мне здесь очень нравится юмор и советы. Я не всеми советами пользуюсь. Могу согрешить там и сям, но мне очень нравится. И да, она переведена на русский, но обложку не сохранили. Эту конкретно я сказала с Амазона, когда была в Англии. Пришла за два дня. Но Ульяна говорит, что Амазон также делал доставку в России. Так что посмотреть я лично пока не проверяла, но Ульяна говорит. Третья книга, это больше биография, но также я её отношу к этой серии. Самоучители какую-то помощь дают. Это Girlboss. София Амуросо, создатель сайта Nasty Gal. Она просто описывает свой путь к успеху. Просто клёвая книга. Но я её нашла в секции бизнес и менеджмент, когда была в Англии. Обошла около шести магазинов, чтобы найти вот эту. Она очень популярна явно, особенно за границей. Так что все вот эти книги, самоучители, какие-то биографические книги, я тоже советую читать именно в оригинале. И последний тип книг, который я люблю читать на английском. Стараюсь. Иногда очень сложно. Это самый сложный тип книг, но это классика. Знаете, нам всё-таки очень повезло, что у нас столько прекрасных писателей творили на русском языке. Что они оставались верны именно нашему языку по большей части. Но также есть произведения из зарубежной литературы, которые каждый должен прочесть. И опять же, если есть возможность, читайте в оригинале. Это не обязательно будет уже, конечно, английский. Если вы владеете немецким, французским, то пожалуйста. Что касается книг на английском, я очень люблю Великого Гэтсби. Впервые я прочитала эту книгу на русском очень давно. Потом, перед выходом фильма, я ещё раз прочла на английском уже. И тем больше меня фильм разочаровал. Но, да, это то, что я советую каждому. И также есть Орел. Я обожаю «Скотское хозяйство». Это одна из моих самых любимых книг, в принципе. Джейнер и «Скотское хозяйство» — это вот номер один для меня. Могу перечитывать вечно. Вообще, впервые, когда я прочитала в достаточно маленьком возрасте, я понятия не имела, что эта книга значит. Мне просто было очень интересно и захватывающе. А потом, когда начинаешь постепенно узнавать историю, и вообще смысл этой книги становится уже немного страшным. Но вот также его произведение, наверное, ещё более популярное — «1984». Даже если вы не знаете, о чём эта книга, её должен прочесть каждый в любом случае. И да, я не говорила особо тут описание книг, какой-то сюжет, потому что я как-то очень плохо это делаю. Очень сложно совместить, чтобы это было интересно, и тем не менее не выдавать спойлеров. Но название всех книг я вам оставлю внизу. Вы просто можете прогуглить и какую-то небольшую информацию о книге узнать. И это все книги, которые я люблю читать на английском, слэш-книги, которые я предпочитаю читать на английском. И я надеюсь, что вам понравилось это видео, и увидимся очень скоро. Пока!